К 8 марта без цветов оказались сотни человек. И дело не в забывчивости. Наоборот, люди заранее обратились к поставщику, заказали цветы, но товар не получили. В такой ситуации оказались не только мечи, но и жители Орла, Самары, Курска, Иркутска, Бакана, Челябинска, Петропавловска, Камчатского и других городов. Оказалось, все они собирались приобрести цветы у одной и той же фирмы – ООО «Флоромаркет» из Новосибирска. Данила Выжевский подробнее. Покупать цветы через интернет уже дело обычное. По магазинам ходить не надо, да и цены зачастую ниже рыночных. Вот и Юлия Налома в преддверии 8 марта заказала 2000 тюльпанов и внесла предоплату 25 тысяч рублей. Все выглядело официально. Договоры, чеки. Никаких подозрений не было до тех пор, пока в назначенный срок товар так и не привезли. Трубку никто не брал. Приходили в ответ смс, что нам перезвонят. В конце 4 марта, в конце дня, мы увидели пост, что существует пострадавший с «Флоромаркет». Что все люди спрашивали, где наши цветы, потому что потеряли очень много средств, перечисляли деньги огромные. Только в Омске в этой компании цветы заказали 19 человек. Больше 20 тысяч тюльпанов. Подкупила цена 25 рублей за штуку. Каждый перечислял предоплату. Некоторые полностью оплатили заказ. Истории пострадавших одинаковы. Созвонился с ними. Потом они мне сказали, что со мной свяжется посредник, который находится в Омске. Договорились, что 4 марта придет поставка цветов на склад. Я позвонил 4 марта, когда туда ехал уже. И он мне сказал, что никакого договора с компанией «Флоромаркет» не было заключено. Сейчас в ООО «Флоромаркет» к телефону никто не подходит. Срабатывает автоответчик. Офис закрыт. В дверях уведомления от налоговой. В ситуации уже разбирается полиция. Подготовлены и направлены запросы как интернет-провайдерам, так и в банковские организации, чтобы отследить движение средств по счетам. ООО «Флоромаркет» было зарегистрировано в октябре прошлого года. Тогда же в интернете был создан сайт, а в социальных сетях появилась группа с рекламой цветов. Найти одного из менеджеров компании, с которым общались накануне пострадавшие, пытались как раз-таки через соцсети. Но оказалось, что его страничка фейк. Иначе говоря, копия аккаунта жителя Украины, занимающегося цветочным бизнесом. К слову, никого из покупателей не смутило, что все страницы в социальных сетях фотографии, сайты, даже сама компания созданы в один и тот же день. Сейчас число пострадавших по всей стране исчисляется сотнями, а общий ущерб превышает 5 миллионов рублей. Данила Выжевский, Артак Мурадян. Новости здесь. Омск.